Манипура это чакра власти. Впереди это настоящее, сзади в прошлом. Вот когда эта чакра спереди блокируется, говорит о том, что в данный момент недоволен своим положением, недоволен своим статусом. У него какой-то конфликт может быть на уровне властных отношений, понимаете? Ну и данная программа может работать на совершенно разных уровнях. Вот бытовой семейный уровень, конфликт на уровне кто в доме хозяин. И дальше за державу обидно. Что у вас? Я понимаю, что за державу не обидно, но вас не устраивает то положение, то статус, который вы сейчас занимаете. Я глядываясь назад, все было хорошо. И с какого-то момента бац и все. И вы к этому относитесь с позиции жертвы. А за что мне это? Или за что нам всем это? Если это всех касается. И подобная вещь блокирует данную чакру, на нее замыкается желудок, поджелудочная, желудочный пузырь, печень, да? А как нужно правильно поступать? Чтобы эта чакра открылась? Вот я все время рассказываю, в книжке об этом написал. Давным-давно я был в Смоленске, там девчонка одна, но буквально девчонка, она только закончила школу, поступила на первый курс института. Вот еще даже ни одной сессии не сдавала. Да у меня этих проблем нет. Наоборот, когда у меня в жизни встречаются проблемы, я от этого тащусь. Вот там были люди постарше. Говорят, ну-ка, ребенок, давай с этого места поподробнее. Ты нам говоришь, что-то непривычно. И она на полном серьезе нам ответила. Когда у меня в жизни встречаются какие-то сложности, то я понимаю, что мне выдалась великолепная возможность за очень короткий промежуток времени получить огромный опыт. Не будь этой проблемой, я этот опыт могла бы и всю жизнь собрать. Девчонка-мудрец, правильно? На уровне этой чакры мы уже получаем жизненный опыт. Да, такая мысль посещала меня. Посещала вас такая мысль? Посещала, да, именно такая. Вы сами до нее додумались? Наверное, да. Да, но вы не сделали завершающего удара, понимаете? Вы так по полю мяч гоняли, гоняли поперед. Да, да, да. Вроде на поле правильном оказались, да, мяч есть в ногах, там все есть, а до ворот не добежали. Сейчас с вами до этих ворот добежим, девчонки, да? Ну, готовы вы так воспринимать вот те события, которые сегодня вы считаете, что это проблема? Да. А у нас народ мудрый, у нас все в поговорках. Все, что не делается, все что? Нет худа без добра, да? А что поэт сказал? И поражение от победы ты сам не должен отвечать. Дело в том, что нас как раз поражение учат больше, чем победа, правда? Наши ошибки нас учат больше, чем наши какие-то успехи, правильно? Вот Петр Первый получил, так сказать, в свое время, да? На Азове, да? А потом на Полтавской битве вот научили его, и он, так сказать, справился с этим делом. До сих пор следы сидят, как нейтральная страна, как вспомнят Полтавскую битву, понимаешь, так и соблюдает нейтралитет. Так, ну, готовы вы так, да, отнестись? Да. Ну, хорошо, давайте посмотрим. На ментальном теле прошло, и на астральном прошло, замечательно. Приняли программу, как положено. Ну, и что вы чувствуете в этой пехастральной области? Вот немножко, как бы, впереди, как будто, как будто, вот такое немножко расширение какое-то. Расслабление, да? Расслабление, да, да, да. Расслабление, уходит напряжение, да? Типа, он появляется. Да, как будто шарик был сжат, а он немножко сейчас разживается. Уходит напряжение, все, вот, замечательно. Ну, у вас еще, смотрите, у вас еще локальная впадина находится слева, на уровне этой чакры. Да. У кого мы нашли такую же локальную впадину? У меня, по-моему. Давай мы сейчас проверим. Да, у вас тоже. Да, да. Пока Александр отдыхает, но набирается опыта, что называется. Ну, вы знаете, что в книге у меня написан ключ к расшифровке локальной впадины. Помните это место, да? Я еще не читала. Я не читала, ну ладно. Но верю, да? А то некоторые говорят... Я к тому иду, очень хочу почитать. Не читал, но не верю. Ну, вы не читали, но верю. Я хочу. Так, хорошо, все впереди у вас. Так вот, локальные впадины появляются в строго определенных местах. Понимаете? Ну, соответственно, по строго определенному поводу, да? И вот, зная размещение этой локальной впадины, ну и должны быть ключ к расшифровке. Вот как, если мы возьмем сечение на уровне какой-то чакры, ну, нам, допустим, в данном случае на уровне манипуры, где могут располагаться эти локальные впадины? Вот, для них есть шесть мест. Впереди слева-справа, сзади слева-справа и сбоку слева, либо справа. Вот, если локальная впадина есть, это означает, что вас что-то задевает. Какой аспект личности задет? А на уровне какой чакры находится локальная впадина? В данном случае задет аспект на уровне властных отношений. Она находится у вас спереди. Это означает, что вы это переживаете в настоящем. Если сзади, это в прошлом. А если сбоку, это хроническое течение проблемы. Но она бывает либо слева, либо справа. А это говорит об вашем отношении к этой проблеме. Вот как мы расшифруем эту локальную впадину? У вас в настоящем есть сожаление на уровне властных отношений, на уровне опыта, на уровне действий. Но это как можно расшифровать? У вас есть сожаление по поводу того, чтобы в настоящем не можете реализовать свои планы. А причина, она уже в данном случае не имеет какого-то значения определяющего. Кто-то не может свои планы реализовать в силу того, что у него состояние здоровья не позволяет. Вот мне женщина одна говорит, певица, мы с ней работали, у нее такая же локальная впадина. И она говорит, да, мне, знаете, предложили очень выгодный тур концертный. Ну, с поездкой по стране. А я была вынуждена от него отказаться, потому что я поняла, по состоянию здоровья я это не выиграю. Но, сожалению, осталось, правильно? Об упущенных возможностях. Кто-то из-за коронавируса не может реализовать свои планы в силу того, что массовые мероприятия сейчас под запретом, нет каких-то свободы передвижения и так дальше, и так дальше. Либо, ну, по финансовым соображениям планировал, вот сейчас не могу реализовать, потому что в финансовом отношении не могу себе это позвать. Но в итоге остается в сухом остатке сожаление о том, что человек не может реализовать свои планы. Есть у вас такое состояние? Да, у меня есть. У меня есть. А у Ани? У меня тоже. Тоже есть. Вот она пошла. Но чем опасна эта локальная впадина? Она бьет прямо вот в поджелудочную железу в данном случае с точным ударом. Поэтому и боли могут быть в этой области у вас. И сейчас эта боль наверняка присутствует, хотя вы про нее мне не задекларировали перед началом нашей работы. Боли нет. У меня нет боли. Ну, вы у нас вообще женщина, которая чувствует боли незнакома. Нет, знакома, знакома. Вы, наверное, в молодости в хоккей играли, да, или в регби, а там учат. Не, ну, в молодости, да, в спорту, конечно, занимался. Ну, да, а там учат, что на боль надо не обращать внимания. Можно я спрошу? А у меня иногда и в районе поджелудочной ощущения не очень комфортные. А еще недавно мне поставили холецистит, по-моему, я не очень разбираюсь. Нашли, что у меня, как это, загибается желчный пузырь, и там, короче, какие-то проблемы из-за этого в печени, там, и так далее. Ну, причина там как раз, она лежит не в том, что загибается желчный пузырь. А желчный пузырь загибается, потому что на него действуют силы неравномерные с разных сторон. Ну, вот, да. Понимаете? Да. А у вас эти силы есть, это вот эти локальные впадины, до которых мы не дошли еще. Ну, вот, там у вас тотальное смещение поля, я так понимаю, да, в эту сторону. Да. Это раз, плюс локальная впадина, все это вместе может привести к проблеме с желчным пузырем. Но у вас и проблема может быть поджелудочной железой, вплоть до панкреатита, либо сахарного диабета, потому что вот эта вот локальная впадина, она негативно влияет, ну, ставит ваше поджелудочную железу. Сахар, я сдавала кровь на сахар, сахар повышенный, диабет не поставили. О чем я вам и говорю. Отвечайте, я сколько нашел у вас проблемы, вы их не задекларировали, у вас только одни эти тарканы в голове мешают. Да, но они меня больше всего бесили. Ну, а тут оказывается, что там еще есть на что обратить внимание. Так, как избавиться от этой локальной впадины? Вот, как поступают люди, продвинутые в эзотерическом, так сказать, знании, если у них что-то не получается, если, но они делают попытки, а у них не получается. Как они к этому относятся? Значит, мне туда не надо. Либо, да, мне туда надо, но я вчера себе придумал эту затею, а Небесная канцелярия еще не успела подготовить окружающую обстановку, которая обеспечит благоприятные условия для реализации моих планов. Значит, не наступило что? Полнота времен. Подождем. Ну, и в конце концов, вот это ваше сожаление, оно стоит того, чтобы иметь вот те проблемы, о которых мы озвучили сейчас. Не стоит. Не стоит. Когда вы сказали «не стоит», вы изменили свое отношение к этой проблеме, правильно? Да. В этом, в общем-то, и состоит суть этой саморегуляции. Изменить свое отношение вот к тому, что происходит. И к той информации, которая вас огружает. Так, ну посмотрим сейчас. Так, еще я не надо рамку. Так, ну Аню проверяем первую. Так. Раз и нет локальной впадины. Так, а Людмила у нас что? И у Людмилы нет локальной впадины. Ну, а теперь слушайте, что у вас тут происходит. Вы не ждите резких ощущений. Что происходит плавно, уходит напряжение, появляется тепло, чувство комфорта в этой зоне. Вот это то, что должно происходить. Ну, вот у меня слева как будто все подбирается. Как будто было все как-то разбросано, как будто бы. А тут все подбирается. Кучку собираетесь. Да, да, да. Ну, это же хорошее ощущение, правда? Да. Так. Ну, а Аня что нам скажет? А у меня с правой стороны, наоборот, какое-то давление. Ну, здесь же некомфортное было состояние. Может быть, это через вот это... Спокойно. Давайте напомните мне. У вас была локальная впадина на уровне манипуры слева и спереди. Да. Поэтому я вас и спрашиваю, что вы ощущаете слева и спереди сейчас? Почти ничего. А человеке не должен ничего чувствовать, если он здоровый, правильно? То есть ушло состояние напряжения, какого-то некомфорта, правильно? Ну, наверное, да. А напомните, где штуки у вас еще локальные впадины, мы обнаружили. Так. Еще. Манипура. Так. Манипура сзади. И что-то еще. И половая сзади, по-моему. Да? Сейчас я проверю. Половая слева сзади. Стоп, стоп, стоп. Сейчас. Мы половую нет. Мы пока на уровне манипура сзади сейчас посмотрим. Манипура сзади? Ну, у вас справа локальная впадина. Вот вы справа и чувствуете этот некомфорт. А. Ну, давайте расшифровывать. Сзади – это прошлое. Манипура – чакра власти. Справа – это обида. Как это все вместе складывается? Что в прошлом кто-то вас унизил, поправил ваше достоинство на уровне властных отношений. Было дело? Вплоть до физического, так сказать, насилия. О! И словесно обложил и, так сказать, опустил, да? Еще и руки привыкли. Ну, да. Ребра. Два ребра сломали. О! Вот вам и вот. А вы это все вспоминаете с обидой. Ну, мне никак не забыть не знаю. Я не сержусь. А я вас не прошу забыть. И вы никогда это не сможете забыть. А это и не нужно делать. Это глупо и неправильно. А вот изменить свое отношение к этому событию – вот это то, что в наших силах и то, что нужно сделать. Вот скажите мне, оно стоит того, это воспоминание, чтобы из-за этого иметь эти проблемы? Нет. Ну, нет, конечно. Что бы там ни происходило, но, как говорится, опыт приобрел, да? И спасибо не надо, да? Смотрим. О! Исчезла локальная впадина. Ну, а теперь проверьте, как ваши сломанные ребра себя чувствуют. Вообще лучше. Как будто и не было. Как будто и не было ничего, да? И, между прочим, даже давление вот в печени вот здесь вот тоже. Ну, конечно. Сейчас ваш рюкзиный пузырь развернется, как положено. Наконец-то там он попал в нормальную зону. Ой, спасибо. А то уже два года, просто сил нет. Прям так надоело. Ну, вот. Наконец-то, да? Правильно. Ну, пошли дальше. У нас еще есть такой товарищ, который Александр, про которого мы забыли. Но мы про него помним. У него манипура сзади заблокирована. Александр, вы меня слышите? И смотри, что оно сзади. Вот. Что это означает? Когда манипура, я повторяю, чакра власти. Вы, оглядываясь на свою жизнь, это не кто-то вас обидел. Здесь, оглядываясь на свою жизнь, вы считаете, что если бы не, все могло бы быть по-другому. А что не? Один говорит, ты понимаешь, я не тот институт закончил. Сегодня моя профессия не востребована. Надо было идти в керосинку нефти и газа, да? Институт имени Губкина. Сейчас бы сидел рядом с Миллерами и нефтедоллары считал. И вот. А другой говорит. Ты понимаешь, я занимался в молодости борьбой и имел солидные успехи. И я даже был включен в Олимпийскую сборную Советского Союза по борьбе. Но буквально накануне отъезда на Олимпийские игры я заболел. И не смог туда поехать, а вместо меня поехал мой дублер. Второй номер, я всегда его на лопатки укладывал. Но он вернулся с Олимпийских игр, с Олимпийской медали. Да еще с какой? Золотой. Вот не заболей я. Эта медаль могла бы быть моей, правильно? И это совсем другая жизнь, правильно? Твое имя вписано в аналог мирового спорта, да? У тебя другие возможности, у тебя другой статус. Вот если бы не. Вот это если бы не, у каждого свое. И у вас такое, если бы не, тоже есть. Методика корректная не требует от вас интимных подробностей. Это можно просто озвучить, если есть желание. Но на предмет набора статистики и убедительных примеров, как это работает. Понимаете? А теперь скажите мне, вы готовы посмотреть на вашу прошлую жизнь, как на вашу индивидуальную божественную школу? Да, я готов посмотреть на такую божественную школу. Потому что вы понимаете, на этой чакре, на этом уровне, на этом аспекте, мы уже приобретаем опыт жизни. А жизненный опыт, он же похож на сбор грибов в лесу. А грибы в лесу по прямой линии не растут, правда? И когда мы по лизу там поползали, подпетляли, насобирали полное там ведро или корзину грибов, мы же не сожалеем о том, что мы там петляли, а грибы не росли на одной прямой. Такова жизнь, правильно? Грибника. А почему мы считаем, что в жизни у нас все должно быть вот так? И вот, ну на эту тему много можно рассказывать. Но тем не менее, я хочу вас спросить. Вы готовы посмотреть на вашу прошлую жизнь, как на вашу индивидуальную божественную школу? Да, я готов посмотреть, как на божественную индивидуальную школу. Так можно было для вас, вот, вы приобрели то самое. Грибами души. Ну вот смотрите, вот ваша манипура, смотрите, сзади заработала. Ну а сейчас проверяем позвоночник, как он у нас там. Ну нормальная гибкость в позвоночнике, да? Да, 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 отлично.